Взял толстолубик. Сейчас будем готовить пхи. Сейчас нагрязаю шкуру. Буду снимать шкуру целиком. Надрезаем плоскогубцы. Вот так вот именно снимаешь остатки. Животные есть, кошки, собаки, сварю супа. Вот и все. Шкуру выкинем. Примерно так. Ножницы обчистил. Сейчас попробую отрезать хвост. Отрезал на уровень. Ножом не смог. Это я отрезал отлично. Вот так вот. Плавники. Четко режу, что летом лучше. Переломил. Вот так вот. Внутренности вытащил. Смотрите сколько жира. К зиме подготовился много. Столько давно не видел. Раньше ловили по 20-30 килограмм толстолубиков. было. Видимо, к зиме накопил жирка. Тушка готова. Разделал. Теперь буду отделять от хребта ее. Ну, ищите где хребет. Ну и пошли. Так вот. Ребра не надо резать. Ну, я их пока не мелем. Многие выдираю. Я их линдирую. Потом отрезаю. По ребрам режу. И все. Ребрышки. Потом можно мяско посрезать. Ребрышки. И по ребрам чуть срежу. Они как бы головато и останутся. Вот так вот. Позже покажу. Так, ну вот. Порезали ребрышки. Филе. Сейчас будем нарезать мелко. В кастрюльку. Ну, а дальше покажу. Что будет. Ребрышки. По ребрышку режу. Часть с мясцом. Часть без. Тоже погладать бывает. Кому-то нравится. Крайние ремни. Где-то видите. Вот. Хребет остался. Но ничего не. В уксусе все. Переварится. В уксусе. Кинем туда. Петрушечки. Укропчика. Кинзочки. Будет. Вкуснятина. Вот так вот. Так вот. Так же режешь. Я срезал часть мяса. Ребрышки так погладать. Они тоже обвалятся будут. Продолжаем резать. Так вот. На части вот так вот. Обрежу. И пошинкую. Ребрышки порезал. Вот такими кусочками режу. Ребят. Еще кусок остался. Последний кусочек. Такой. Жирок. Вот так вот. Еще тоже. Вот так вот. Обрежу. Потому что. Толстовато. Вообще толстолубик. Толстовый. Уксус. Все это переварит. Так что. Ничего страшного. Толстового. Можно конечно и с хребтами готовить. И с хвостами. И с перьями. Плавниками. Но у меня маленький ребенок. Чтобы сильно не гладать кости. Не выбирать. Я делаю так. А где мелкие. Вот здесь есть хребтей. Чуть-чуть. Они все переварятся. Завтра уже будет. Огонь. Резали. Мясо. Приготовили адыгейскую соль. Люблю с адыгейской. Все травы какие-то есть там. И уксусная кислота именно. Ну где-то на эту кастрюльку. Грамм 70-80. Заливаю. И на 5 часов в холодильник. Солью перемешиваю все это. И на 5 часов в холодильник ставлю. Дальше посмотрим. Вот так вот. Солим ее. Можно даже чуть побольше. Если что можно будет промыть. Месеницей лью. Она сварилась. Сейчас тщательно перемешаю. В холодильник. Одной массы. И съемся. Она за 5 часов сварится. Там ничего страшного не будет. Я раньше лил и так. Уксусом. Так что ничего страшного нету. Можно и столовым. Замешал. Чуть соли добавил. Сейчас. Поставлю в холодильник. Часов на 5. Дальше покажу. Смотрите так. Чтоб чуть веселенько было. Лук когда кинете. Лук на себя еще немножко кислоты возьмет. Ну каждый любит по вкусу. Дальше покажу. Сварилась хеоуксус. Жена нарезала. Лука с петрушкой. Петрушечка, морковочка. Это корейское купили. Тоже хорошо. Перец кинем. Ну и пряности. Масло сейчас. Растительное еще поджарю. И залью все это. Высыпали сюда все. Лук, перец. Морковку потом кинем. И зелень потом. Морковка. Все по вкусу. Лук, перец. Чеснок. Это, видимо, перемешиваем. Потом сложим кастрики. И сейчас растительное масло закипечу. Морковку слегка поджарю. Морковку слегка поджарю. Морковка поджарится. Растительное масло закипит. И все. Выдем ребенка. Поджарили морковку. Выливаем сюда. Она как бы еще немножко растительного масла. Уварится. Ручка. И будет. Ну, кто-то масло не кидает. Горует. Просто кипячилось. Идем масло из-за него. Получается хорошо. И вот это вот все. Сейчас будем перемешивать. Так. Ну, вот все перемешали. Вот так. Вот кинул зелень. Сейчас укроп. Петрушка. Кинза. Еще китал кориандр. Семенах. Ну, мне очень нравятся семена. Сами, когда на зубы попадают. Я его перемолву. Ну, так получилось. Ну, обычно зелень бывает. Уксус там все. Потом по вкусу кидают. Когда много. Ну, завтра вот. Теще любимой понесу. Баночку наложу. Мы кушаем хорошо. Угостим кого-нибудь. И на пару дней всего нам хватит покушать. Вот так вот. Получилось. Вот. Складываю все в кастрюлечку. Сок все залью. И до завтрашнего утра будет стоять в холодильнике. Ну, думаю завтра будет огонь. Обычно и на казачьей поляне мы так делаем в холодах. Недавно был конный переход. Тоже делали. Вот так вот получилось. И я буду клестью все ее петли сверху. Вот. И она сейчас смею будет протекать. Вот. Получилось.